В Витебске на площади Победы у Вечного Огня вновь появился пост номер один. Почетный караул несут старшеклассники. Первыми на вахту заступили ученики школы номер 45 имени Василия Маргелова. Своего волнения и гордости ребята не скрывали. У каждого в семье есть история, связанная с Великой Отечественной. Для меня очень важно быть на этом посту, так как у меня воевал прадед, но был многочислен награжден наградами. Для меня это очень важно, стать на этом первом посту. Патриот, все-таки, своей страны. И планирую связать свою жизнь с военной структурой, планирую поспать в военную академию, хочу быть, защищать свою родину, свою страну. Для меня это очень важно и почетно, потому что с детства для меня очень дорога память о моих прабабушек и прадедушек, которые пожертвовали своими жизнями ради мирного неба над головой. И форма, она обязывает хранить эту память. Мария командует вахт-парадом. Так называется развод караула. Церемония строгая, идеальные движения и безупречный внешний вид. Юноши и девушки отрабатывали строевой шаг на плацу не один день. Они занимаются строевой, огневой, подготовкой, уставами. Уже не первый раз, 9 мая в прошлом году они выставлялись на первый пост. Ну, конечно, работа тяжелая. Вы сегодня посмотрите. В общем, это довольно-таки долго готовили. Где-то, наверное, полгода мы строевой занимались, когда вышли на рубеж выставления первого поста. Караул школьники будут нести с понедельника по субботу с 10 до 16 часов. Каждые 15 минут смена. Патриотическая эстафета «Пост памяти» в областном центре – это совместный проект молодежи, городских властей и общественных объединений. Инициатива учреждения образования была прежде всего направлена именно от молодых людей, от детей, которые входят не только в патриотических классах учатся, а вместе с тем, беседуя с ветеранами, наполняясь гордостью за свою страну, вышли с инициативой о создании поста номер один в городе Витебске. Впервые в Беларуси школьники начали нести караул в 1985 году, когда отмечали 40-летие победы над немецко-фашистскими захватчиками. В Витебске в год исторической памяти традицию возобновили.